Юрий Тынянов. Яблоко. Дурак, сказал дядя, приехавший из-за границы в пледе с росой на бороде. Дурак, ты видишь? Я кладу тебе это яблоко под твою подушку. Смотри, ты видишь яблоко? А теперь спи. Но не смей звать маму. Спи, понимаешь? Утром проверь подушку, и вместо одного яблока у тебя будет два. А теперь спать сразу. Я заснул сразу. Только два раза лазил под подушку. А наутро яблоко раздвоилось. Это было чудо. И все было чудом. Обои, рояль, дядюшка с росой на бороде, сад, голые женские ноги. Какие чудеса! Я стал просто ко всему относиться. Положишь вечером яблоко под подушку, а на завтра утром тебя их два. Когда брат Лёвка сказал мне, хихикая, Это они тебя обманывают! Я сказал ему, дурак! Он завидовал и жил без чудес. Лёвка был старше. Как обманывают? Он не знал. Засыпал рано, как и я. Каждый вечер я клал яблоко под свою подушку. Утром оно раздваилось. Это было просто и понятно. Отец посмотрел на меня, скучно и боязливо, угольком под золой, и сказал, Дурак! Трусливо и осторожно. С большим сожалению. Ты действительно думаешь, что яблоко раздваивается? Это они кладут тебе его под подушку, когда ты засыпаешь. Ну да! Сказал я. На этот раз я сам выбрал яблоко. Лучше! На завтра был позор. Яблоко, бледное, жидкое, лежало одно под подушкой. Оно было безобразное, полумёртвое. Я его не трону, не ел. Положил в вазу на бумажные кружева. Я стал хуже в этот день. Спасибо за внимание. Продолжение следует...